НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬСЯ, ВЫТИРАЯ НОГИ ОБ КОГО-ТО. Церковь, она может быть патриотична? Если я говорю по-русски, то я не украинец. Как говорят, вера без дел мертва. Здрасте, здрасте. Когда мы говорим о патриотизме, ребята, патриотизм бывает разный, очень разный. Я считаю себя патриотом. Я патриот своего кресла на кухне, в первую очередь. Вот это кресло для гостей, вот это мое. Я патриот, чуть поменьше, своей квартиры. Я больше буду переживать, если лампочку выкрутят, скажем, над моей дверью, чем над соседской. Я патриот своего этажа. На девятом этаже трубу прорвало, а мне как-то вот... А у меня интернета из-за этого нет, водой залило. Я патриот своего второго парадного. Чего у них там в первом парадном меня меньше заботит. Я патриот своей улицы. Я патриот своего вот старого Печерска. В действии вообще был Печерск патриот, если там наши дрались с ихними. И я патриот города Киева. Больше, чем какого-то другого города. Я патриот Украины. Это моя страна. Это мой народ. Это мой флаг. Отчасти пансловист. Только когда в пансламизме не присутствует идея самого главного старшего брата. Обязательного. То есть все вот... А вот этот самый главный, самый старший. Нет, ребята, это не так. Каждый народ ценит своей самобытности. А там покажем, что мы лучше. Я патриот Европы и даже Евразии перед Африкой. Я патриот планеты Земля перед нашествием с Марса. Я патриот солнечной системы перед визитерами откуда-нибудь из созвездия Батальгейза или Альдебрана. Я патриот нашей галактики, нашего родного Млечного Пути. По сравнению с какими-то там из других галактик, чем больше масштабы, тем меньше я патриот. Вот. Самый сильный я патриот своего кресла. Ну, псевдопатриотизм, например, для меня это когда человек, он а-ля любит свою страну, но не может принять ее ошибки. Еще что-то. То есть оно все искажается, оно все идеализируется. И вот возводится Украина, ну, например, ну, если нашу ситуацию взять, вот чуть ли не икона, чуть ли не то, чему надо молиться, поклоняться и просто целовать землю каждый день. Как бы это должно быть чуть ли не утреннее правило, понимаете? Подожди-ка, смотри. Понимаешь, весь вопрос в том, что христианин смотрит на жизнь сквозь призму Евангелия. И вот ты начинаешь в первую очередь с себя. У нас часто любовь к родине, это вот выражается в незначащих словах. Ну, просто, ну, вот, люблю. Знаешь, вообще у нас... Мне тут украинская мова подобается больше, нежроссийская. Потому что в украинской мове я слова люблю-то, кохаю. А в русской только одно люблю. И вот, например, русского языка я часто говорю, что родину, маму, девушку и помидоры любят по-разному. Как в старом грузинском анекдоте, гиви, ты помидоры любишь. Говорят, кушать да, а так нет. То есть, что значит любить родину? Знаешь, как говорят, вера без дел мертва. Точно так же, любовь к родине, что ты сделал для своей страны, для своей родины? Кто-то защищает ее, кто-то трудится, не знаю, волонтерами, кто-то просто на заводе гайку точит каждый день через немогу. Наверное, вот это. То есть, деятельная любовь, любовь с каким-то проявлением. Просто, понимаете, у каждого разное проявление. Один думает, что если он, надеюсь, на Вашеванку будет говорить украинскую мову и ненавидит Россию, он уже великий патріот. И всех других, кто там до России нейтрально относится. Подожди-ка, подожди-ка. Ключевое слово, самое плохое и страшное – цены нависти. Понимаешь, когда он дружит против кого-то, когда вот то, что я уже говорил, нельзя подниматься, вытирая ноги об кого-то. Не говори, они хуже нас. Покажи, что мы лучше их. Прекрасно. Свобода любого человека заканчивается сам, где начинается свобода другого человека. Есть, как, собственно, я, как мои сослуживцы по полку ОЗУ, в котором я имел честь находиться несколько лет. Честно, у нас в нашей сотне, ну, подавляющее большинство белорусскоязычных, пара-тройка грузин, и белорусы тоже русскоязычные, тоже пара-тройка. Вот. Украинского языка у нас на базе звучало, на самом деле, не так, чтобы много. Это не меняет того факта, что я вольно владею украинской мовой, я могу говорить украинской мовой. Так просто, якость, клалось, что в побуте я разговариваю российскую. Проблема в том, что я, когда возвращался с фронта, мне встретилось несколько человек, которые думают, что они, живя во Львове, вышивая вышиванки, продавая их на базаре, они настоящие украинцы. Я украинцем, с их точки зрения, я прямой вопрос задал. То есть ты считаешь, что если я говорю по-русски, то я не украинец? Я говорю, нет, ты на Украине, я бы тебе ноги вытер, я бы тебе побачил. Вот. Это вот такие, это очень замечательные декоммунизаторы, которые своей попыткой насадить сугубо украинский язык, все, кто говорят по-русски, это унтерменши, они вот просто самим своим существованием, они настолько обламывают людей, у которых есть хоть какое-то желание, вот, например, эти русские, начали говорить по-украински, что, ну, я не знаю, это вредоносные элементы, как их называло предыдущие. Абсолютно, согласен. То есть, понимаешь, вот в том-то и дело, что они, они саму, они эту идею сами дискредитируют. А вы знаете, что интересно, извините, вот продавая вышиванки, он платит налоги, потому что уплата налогов, это тоже, в принципе, патриотизм. Это тоже патриотизм. Знаешь, вот смотри, я родился и вырос в, у меня так получилось, русскоязычной среде, хотя, ну, у меня на украинском чистом говорили прадедушка и прабабушка. Так, в основном, русскоязычная среда, я в Киеве родился и вырос. Вот, но с детства спокойно читаю на украинском языке, но самое это интересное. Я образование получил русскоязычное, я имею в виду богословское, семинарское. Мне сейчас для того, чтобы не лише в побуте, але з якихось духовных речей, серьезных речей, и разговаривать украинской мовы, мне нужно заново перечитать всю святоотецкую литературу, але уже в украинском перекладе. То есть все. То есть это... Не использовать для наслаждения культуры украинского языка, не использовать как раз ту же культуру. Например, мы дома, мы разговариваем постоянно на Суржике, очень так жестко, потому что у меня часть родственников с Ольвовщиной, часть с Херсонщиной, у нас вот это все намешано. Но как бы с детства все равно более-менее украинский язык у меня был постоянно. Я его любила, все нормально. Но именно из-за того, как это происходит сейчас, как это все насаждают, мне все больше хочется разговаривать даже на русском принципиально, понимаете? И почему не пустить это... Ну, дома все равно на украинском это просто привычка уже, да, допустим. Почему вот не пустить это с культурного плана, чтобы человек сам захотел разговаривать на украинском языке, чтобы ему было самоинтересно, а не... Умничка! Умничка! Вот мы, понимаешь, мы подошли к тому же, что мы говорим о... Говорили о декоммунизации. Мы говорим, ребята, это надо грамотно делать. Правильно, правильно? И сдавайте. Вот самый простой пример. Там кто-то говорит, там, «Разбавляй украинскую». Слышишь? Человечие, да возьми, сядь, И кучу каких-то классных книжек, аудиокнижек, Причем фантастики такого, знаешь, действительно того, что интересно. Сделай качественный перевод. Сделай качественную актерскую начитку. Заполняй интернет, создавай украиноязычный хороший контент. Просто розумієте, дивіться, дорослі люди, от вони вже... Вот это патриотизм погоди. ...середнього покоління. Вони знают, в принципе, дві мови. Вони, ну, в більшості володіють двома мовами. І зараз я, ну, помітила, що там читальні в всяких залах, ну, не знаю, читальні в бібліотеках, більше все-таки українських книжок на українській мові. Ну, тобто... Через закон. Да-да-да, але все-рівно більше. Ну, тобто... Але я помітила, що, наприклад, молоде покоління, там, яким менше 20 років, особливо діти, ну, тобто, вони взагалі не читають. Мультики радянські, вони не дивляться, і вони все-рівно на російській мові. Не перекладають. Від мені, наприклад, знайома сім'я каже, що от хлопчик, ну, там, пішов в перший клас в 7 років, вчителька говорить на українській мові, а він взагалі не розуміє. Він приходить, мама говорить, що вона сказала? Я взагалі іншого не розумію. А вона каже, а я не знаю, як йому це все пояснить, бо в нас сім'ї говорять російською. Батько і мати каже, ми можемо перейти заради нього, але все-рівно десь там, ну, вже в таких, коли ти не думаєш, коли ти десь там на кухні стоїш, ти вже говориш російською мовою. А він просто не розуміє. Книжки, він не читає, його і не посадиш, тому що з дитинства він самого маличку привик, що він поїсть за те, щоб йому покажуть мультик на російській мові, чи там взагалі там просто якийсь, де просто рухається, чи ігру дадуть. Так все починається. Ну, от, як Валерин правильно говорив, проблема в тому, що у нас хороший український контент почти не создають. У мене жена до недавнього часу роботала в одному достатньо известному книжному магазині на Крещатике. І вона по долгу служби, а також большой любви к літературі, зберігалася знову новинками, які к ним поступали, а в подавляючому більшісті це іменно українська література. І нам говорять, що проблема в тому, що те книги, які зараз переводяться, які зараз пишуться, і пишуться, переводяться, вони здаються на українському языку, вони написані таким слогом, на якому можна сломати ухо, глаз, все, що хочеться. І вони просто банально проігрують почитабельність русським книгам. Можна взяти старих писателей, взяти того ж самого Всеволода Нестайка. Который, при тому, що він писав до 12-15-летних подростков, у нього настільки шикарний слог, що я його зараз в 32 с удовольствием перечитываю. Але проблема в тому, що література, яка здається зараз, яка більш-менш актуальна, яка пишеться з учетом современого менталітету людей, їх інтересів, от того, що вони видят, от того, що їм любопытно і так далі. К сожалению, український контент дуже сильно просідає і по слогу, і по качеству. Мені дуже подобається переклад Білии Огієнкою. Вибачайте, але це приповість, ці слова абсолютно... В чому подобається? Нравиться. Так. Во-первых, все-таки, он переведен на, это перевод Біблії, на полтавский еталон українського языка, який считається все-таки класикою. Бо Котляревський перший написав. Есть перевод на український язык Библии Русикума, католического института. Вот он именно переведен на орфографию 1918 года, Кляс Плян переведен на западноукраинський с украплениями Русинского. То есть, понимаешь, он для меня абсолютно нечитабельный. Хотя, минусы перевода Огієнко, он в основном-то переводил с русского синодального перевода. То есть, поэтому он наиболее нам понятнее, понимаешь, есть много версий перевода, все-таки хороший качественный перевод, это с использованием всех имеющихся источников, особенно первоисточников, рукописных свитков, с четкой позицией автора по, ну, это мы в библиистику сейчас ударились, по их качеству, по их достоверности, правомощности той или иной версии текста. Ну, просто возвращаясь к теме патриотизма, почему-то Генка где-то считается более патриотичнее читать, чем русский синодальный перевод, хотя в создании русского синодального перевода принимало участие в том числе Киописевской лавры. Да, 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 да. Нет, понимаешь, у меня, у нас в храме чтение священноописания не на церковно-славянском, а на русском, в синодальном переводе. Но читать в русском или украинском, английском, китайском, то определяется общиной, исключительно, исключительно общиной. То есть, если мне завтра скажут батюшка, давайте, вот желательно все-таки, чтобы... У меня просто большинство прихожан, они русскоязычные в быту, им так лучше. Если завтра скажут, давайте на украинском, да. Если завтра у меня в прихожане придет дядя Сяо и дядя Лю, придется читать на китайском для них. А такой еще вопрос, а церковь, она может быть патриотична? Я вот расскажу просто пример. Один мой знакомый, он из семьи греко-католиков, перешел в Рим и католичество. Я говорю, а причина какая? Говорит, я, кажется, шукал в наднациональную церковь. Я, кажется, в том и в советове того, что вот... Ну, как бы для них, наверное, и Христос, говорит, это уже украинец. Вы знаете, да, этот прикол, что все апостолы были украинцами, кроме Иуда он был москаль. Мы не говорим, знаешь, о людях, которые о Евангелии знают по наслышке. Отчасти его можно понять. То есть, понимаешь, мы до недавнего времени очень так ощущали себя частью христианского единства. Вот. К сожалению, сейчас ситуация поменялась, и она мне очень-очень не нравится. Но это предмет отдельного разговора, я не буду... Это просто проблема, с которой, например, я стыкаюсь каждый день в Могилянке, потому что я верующая, но я верующая неправильно. И вот эти контраргументы идут даже со стороны атеистов, которые вообще ничего не знают, но они считают, что политика и церковь должны идти вот так буквально. Значит, давай... И патриотизм начинается с твоей даже веры, понимаете? Подожди-ка. У меня был замечательный соцслуживец Георгий Сарлидзе, позывной Гюрза. Это был наш доброволец из Грузии, бывший подполковник грузинской армии, который считал себя православным, как, собственно, все грузины. Фотографировался как мусульманин, иншаллах. Собирался вернуться в огне поклонничества и говорил, что после смерти он попадет в Вальхалу. То есть у него был полный набор силы. Он воевал за Украину и погиб за Украину. Он есть на стене памяти на Михайловском соборе. Он называл себя патриотом Украины. Он гордился тем, что он воюет вместе с украинцами. Он был гораздо большим патриотом, чем львиная доля вот этих вот вышиванистых крикунов, которые рассказывают, опять-таки, цитируя по Деревянскому, иншим, як родину любитый, там обуть по ресторану. Патриот Филарет, если вы ему предложили, вот чисто теоретически, сегодня занять место патриарха русско-православной церкви. Сегодня уже нет. Он-то себя спал и видел. Он уже и облачение пошил. У него же московское одеяние. Да. Он именно его тогда и пошил. Он был местоблюстителем, потому что это был старший из членов синода, старший в священном сане, из синодалов постоянных. Вот. Он автоматически стал местоблюстителем, не потому что... Я был свидетелем всего этого. Я был в эпицентре всех событий. Правда, сидел на телефоне в кабинете эконома Московской духовной академии, просто как дежурный студент. Вот как раз, когда умер патриарх Пимен. Я эти события прекрасно помню. И Филарет очень хотел быть патриархом московским. Всю свою жизнь. Если вы... Ну, это вопрос исследования. Понятно, что каждый человек в жизни может поменяться, разное бывает. Но я прекрасно помню его риторику, его тексты, его поступки, откровенно направленные против малейших проявлений украинской церковной независимости вот в тот период до 92-го года, которые помешали бы ему претендовать на московский патриарший престол. Он очень хотел всегда быть патриархом. Чего угодно. Тогда Москве сейчас не получилось так, так. Я уже достаточно пожил, чтобы видеть это своими глазами, вот то, что тогда было. Не все было так просто. И я считаю, что для того, чтобы где-то научиться понимать друг друга, надо не с кого-то требовать покаяния, а начинать всегда покаяние с себя. Как с человека. Я в сотый раз повторяю, что когда мы говорим о политике национального примирения, религиозного примирения, я всех адресую к одному прекрасному богословскому произведению. Просто оно не займет много времени это восстановить в памяти. Был такой советский, замечательный мультфильм по индийской сказке про крошку енота. И вот там было сказано, что когда ты в следующий раз пойдешь на речку за сладкой осокой, ты не размахивай дубиной и не показывай зубы тому, кто в речке сидит, а улыбнись ему. Вот научиться любого человека, независимо от места его проживания, обнимать сердце, самим быть достойными христианами, достойными украинцами, гидными представниками своей нации. Я порой говорю, шановный, что же вы смятя кидаете на тротуар? Вы же европейцы, а не азиаты. Мы, украинцы, мы должны сами быть прикладом один для одного, для других. Именно воспитывать себя как образец европейской культуры. Патриотизм начинается с себя. С себя. С того, что ты ведешь себя. Не как приезжий здесь, а как сын этого места, этой земли. Ты любишь свою землю. Ты не мусоришь, не загаживаешь ее. Ты относишься к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. То есть, вот это проявление и твоей веры, и твоего патриотизма будет. Ты любишь откровенно людей, окружающих тебя, твоих земляков. Даже если они не понимают, не во всем согласны с тобой, и ты им сам не нравишься. Нам надо учиться быть украинцами. В своих поступках. Всей своей жизни. Не только на словах, не только там позерством каким-то. Просто показать действительно всему миру, что мы гидна нація, что мы уже сформировались как нація, что мы можем опишаться своими людьми, своими землями, своими странами, своими государами и своими верами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.